Мне кажется, что у нас здесь, в Дютельдорфе, всегда была большая фан-база. Но вы знаете, что кроме влияния крауд-рока, нас вроде бы ничего не связывает. На самом деле, не такая уж и большая связь, не считая того, что именно сюда, в Германию, мы приехали в 1982 году для съемки в одном телешоу. Мы действительно очень избалованы нашей аудиторией. И у нас было столько концертов, которые чем-то выделялись, что сложно выбрать один конкретный концерт. Вы знаете, иногда все зависит от твоего внутреннего состояния, нравится тебе шоу или нет, потому что публика, она всегда принимала нас фантастически. Я думаю, что визуалы для концертов довольно сильно изменились. Они, кажется, меняются с каждым нашим новым туром. Ведь мы гастролируем раз в 3-4 года, поэтому всегда происходит большой скачок в возможностях, которые нам доступны. Когда мы первый раз появились на репетиции перед туром, мы были поражены четкостью экрана. Настолько там все было великолепно, высочайшие разрешения. Я считаю, что мы являемся хорошим гибридом между рок-музыкой и электронной музыкой. И вы знаете, на нас стопроцентно повлияла группа «Крафтверк». Она была самой известной и наиболее влиятельной группой в нашу молодость, когда я был подростком. Я жил в Берлине. Я жил там 2 года, до падения стены. И по какой-то причине меня не пускали в Восточную Германию. Мне не говорили, почему. Хотя я пытался перейти границу. Я пытался пройти как-то незаметно, почти что подпольно. И вот, когда я стоял первым в очереди, ко мне подошел охранник, попросил мой паспорт и сказал «Подождите минуту». Он вернулся минут через 10 и сказал «Возвращайтесь в Западный Берлин». Я спросил «Почему?». А он такой «Возвращайся в Западный Берлин!». В этот момент я просто ушел. А у меня тогда была девушка, которая контроль прошла, и я не мог ее отыскать где-то еще полчаса. Да, это были странные времена. Если вы взгляните на количество песен, которые Дэйв написал для Дельта Машин, для расширенной версии, я думаю, их 5 с половиной. А ведь, когда он только начинал писать песни для «Playing the Angel», было всего лишь 3 трека. Я имею в виду, что он работал с разными людьми, так что конечный результат, он отличается. Но я думаю, что он совершенствуется как автор, и он работает над собой, что очень важно для сонграйтера. И вы знаете, для меня прогресс, он очевиден, как и для фанатов, ведь качество песен улучшается. Вы знаете, есть некоторые приложения, которые я использую довольно часто, например, слова с друзьями. Во время путешествий я часто играю в Скраббл, либо с Питером, либо с кем-то еще, Питер, который Питер Гардена, клавишни группы. И у меня есть много музыкальных приложений, загруженных на телефон. Я все время хочу нормально их протестировать, но обычно руки до этого так и не доходят. Я думаю, мы довольно сильно изменились, и мы многому научились в этом туре. Сотрудничество с Телеком привело к тому, что мы сделали то, чего раньше сделать никак не могли бы. Я имею в виду лайв-стримы, лайв-интервью. Это такие вещи, о которых в прошлом мы и думать не могли. И я думаю, что это очень хороший способ охватить как можно большую аудиторию. Мы также очень осторожны в выборе того, с кем мы будем работать. И Телеком, он технически хорошо развит, поэтому это отличный выбор. Подписывайтесь на мой ютубчик MaxSchillenberg101, добавляйтесь в ВК MaxSchillenberg и смотрите новые видосы о группе Depeche Mode.